Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. Почти 30 лет назад свет увидел компьютер, давший жизнь огромному количеству известных продуктов. Macintosh без сомнений ознаменовал собой начало новой эры. В 1983 году Apple была еще молодой компанией, только начинающей завоевывать рынок. Чтобы противостоять IBM, Apple нужен был продукт, который был бы простым в использовании и недорогим. Но прежде чем сделать что-то гениальное, необходим черновик. Таким черновиком стал компьютер Лиза. Стив Джобс в то время был главой подразделения, занимавшегося его созданием. Он дал проекту имя своей дочери. Лиза, кроме интересного дизайна, обладала целым рядом инноваций. Дисковод и монитор у него являлись частью единого блока, что в то время было нехарактерно. Кроме этого у Лизы была мышь. До этого пользователи вполне обходились командной строкой. Однако, несмотря на множество привлекательных характеристик, Лизу ждал горький провал. Его причиной стала высокая стоимость. Выложить 10 тысяч долларов за эту машину могли себе позволить совсем немногие. Джобс понимал, нужен проект, адаптированный для массового потребителя. В середине января 1984 года Apple выпустила первый Macintosh. В рекламном ролике нового продукта компания использовала мотивы романа антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». А для имени компьютера Стив слегка модифицировал написание названия сорта яблок Macintosh. Соответственно, когда встал вопрос о выборе эмблемы, на ум ему в первую очередь пришло именно яблоко. Принцип первого Macintosh был предельно прост – взять лучшее от Лизы, исправить ошибки и снизить стоимость. Ему и суждено было стать первым коммерчески успешным проектом Apple. Хотя, конечно, цена – 2500 долларов – по сегодняшним меркам все равно кажется запредельной. Благодаря улучшенным техническим характеристикам, в том числе увеличенной до 128 килобайт оперативной памяти, Mac смог проникнуть туда, где властвовали IBM. Начало 90-х оказалось для Apple не самым радужным. После того, как Джобс покинул собственную компанию из-за ссоры с партнером, проект Macintosh практически перестал развиваться. Чтобы исправить положение, Apple купила права на другую операционную систему и адаптировала ее для Macintosh. В результате появилась легендарная MacOS. Руководство тут же попросило вернуться Стива. Apple пришлось броситься в погоню за конкурентами. В первую очередь компания выпустила Macintosh Calo Classic. Он стал первым массовым компьютером Apple с цветным монитором. Несмотря на задержку с внедрением цвета, компания продемонстрировала нововведения в других секторах. Так, на рынке портативных компьютеров появился PowerBook. Ноутбук, способный отображать 256 цветов, на экране с разрешением 640 на 480. А с середины 90-х Apple уже не переставала удивлять своих поклонников новинками. Впрочем, при этом никогда не забывая, с чего все началось. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.